Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу парламентский вестник в студии Улубий Эрбалатов. 21 мая состоялось заседание Президиума Народного Собрания Республики Дагестан, на котором была определена дата проведения очередной 36-й майской сессии Народного Собрания и были обсуждены вопросы повестки дня. Открыл и ввел заседание Президиума спикер Дагестанского парламента Хизри Шихсаидов. 36-я сессия состоится 30 мая в Махачкале. В повестку дня Президиум включил предварительно 26 вопросов. Сессия начнется с выступления представителей парламентских фракций. В начале работы депутаты рассмотрят вопрос об обязательном публичном отчете главы Республики Дагестан Владимира Васильева о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Республики Дагестан, представляемым Народное Собрание Республики Дагестан за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. С отчетом на сессии выступит лицо уполномоченное главой Республики. Хизри Шихсаидов отметил, что такой отчет предполагает детальный анализ проделанной за год работы по конкретным направлениям в социальной сфере и предложил предварительно провести обсуждение на заседаниях фракций. Также депутатам предстоит рассмотреть кандидатуры и дать согласие на назначение мировых судей на судебные участки в городах и районах Республики. Ряд законопроектов будут рассмотрены во втором чтении. К первому чтению будут представлены более 10 законопроектов. Приведу несколько законопроектов, предлагаемых к рассмотрению. Так, изменения в законе о бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан предусматривают дополнение перечня лиц, которым оказывается бесплатная юридическая помощь категории граждан, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению в связи с достижением ими пенсионного возраста. Законопроектом о внесении изменений в статью 1 закона Республики Дагестан об определении пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории Республики Дагестан определяется, что нотариальные округа будут строиться по территориальному принципу и нотариальные услуги будут доступны населению не только в городах, но и в районах Республики. Проект закона о государственной поддержке, ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд Республики Дагестан предлагает установить основные цели и принципы государственной поддержки, ведения гражданами садоводства и огородничества, полномочия органов государственной власти Республики, а также формы государственной поддержки. Сессия рассмотрит и другие вопросы. Состоялись заседания профильных комитетов Народного собрания, на которых были рассмотрены законопроекты, предполагаемые для принятия на очередной майской сессии парламента. 16 мая состоялось заседание Комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму. В нем придело участие вице-премьер правительства, министр образования и науки Республики Дагестан Умпазиль Амарова. Вел заседание председатель комитета Мурат Пайзулаев. Умпазиль Амарова проинформировала о состоянии дел в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Дагестане. По ее словам, последние годы наблюдается положительная динамика развития инфраструктуры детского оздоровительного отдыха. Предварительный реестр организации отдыха и оздоровления детей подали заявки 29 загородных и 43 пришкольных лагеря. 455 детей отдохнут в федеральных детских лагерях Артек, Орленок и Смена. Говоря о готовности лагерей и отдыха, Умпазиль Амарова сделала акцент на том, что на 9 мая из 29 лагерей только два получили заключение о полном соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. Это солнечный берег и огонек. Остальные к летнему сезону готовы не в полной мере. Затем вице-премьер выступила с докладом на тему обеспечения обучающихся государственными гарантиями на получение качественного образования независимо от типа и места расположения образовательной организации республики. Умпазиль Амарова подчеркнула, что в этом направлении ведется активная работа. В частности, в регионе реализуются 8 из 10 федеральных проектов. В Дагестане обеспечена возможность изучения родного языка. Министерством направлены в школы 24 наименования учебных пособий по 6 родным языкам. Кроме того, обеспечена возможность проведения прозрачной процедуры государственной итоговой аттестации, по результатам которой также отмечается положительная динамика. Вместе с тем, имеется еще ряд проблем, заключила министр образования республики. Заместитель председателя комитета Гамедулах Магомедов рассказал о предполагаемых изменениях в законе республики Дагестан, о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предлагается предоставить право законным представителям указанной категории детей самостоятельно подавать заявление о включении детей в список нуждающихся в жилье. Кроме того, на органы опеки возлагается осуществление контроля за своевременной подачей заявлений и принятием мер о включении детей в список. Далее депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в статью 22 закона республики Дагестан, об образовании в республике Дагестан, а также проекта федеральных законов. 16 мая на заседании комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений был обсужден ряд законопроектов. Вел заседание председатель комитета Магомед Кади Гасанов. Заместитель председателя комитета Людмила Авшалумова рассказала о проекте закона о внесении изменений в закон республики Дагестан о некоторых вопросах осуществления общественного контроля в республике Дагестан. Как пояснила депутат, в республиканский закон, согласно новшествам в федеральном законодательстве, ранее также были внесены изменения по осуществлению общественного контроля, согласно которым субъекты общественного контроля, это Общественная палата России, Общественная палата республики Дагестан, Общественные палаты муниципальных образований, Общественные советы при исполнительных органах государственной власти наделялись правом организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти Республики Дагестан, государственных организаций Республики Дагестан. Согласно предлагаемым новым изменениям, общественный контроль не распространяется на общественные отношения, возникающие при осуществлении общественными инспекторами контроля в ряде областей, которые регулируются соответствующим федеральным законом. Были высказаны предложения рекомендовать муниципалитетам при рассмотрении бюджетов учесть расходы на осуществление деятельности муниципальных общественных органов контроля. Затем депутаты обсудили и поддержали вопросы повестки дня предстоящей майской сессии и рассмотрели проекты федеральных законов, поступившие в Комитет для ознакомления. 22 мая Комитет по здравоохранению и социальной политике обсудил на своем заседании ряд вопросов. Вел заседание председатель комитета Висампаша Ханалиев. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Народного собрания Елена Ельникова, представители министерств и ведомств прокуратуры Республики Дагестан и общественной палаты. Заместитель министра труда и социального развития Мурат Казиев рассказал о предлагаемых изменениях в республиканских законах, об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Республике Дагестан и об образовании в Республике Дагестан. Затем депутаты обсудили вопрос об обязательном публичном отчете главы Республики Дагестан, о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Республики Дагестан. Комитет разработает рекомендации по осуществлению независимой оценки, отметила депутат Лила Керимова. Депутаты также рассмотрели и поддержали проект федерального закона о внесении изменений в часть 2 статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности. Предлагается установить для сельских тружениц рабочую неделю в 36 часов вместо 40. 23 мая состоялось заседание Комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. Вел заседание заместитель председателя Комитета Артур Шарновазов. В начале заседания депутаты обсудили и одобрили 12 кандидатур для назначения на должности мировых судей на судебные участки городов и районов Республики. Затем консультант Комитета Айшат Гаджиева ознакомила участников заседания с проектом закона о внесении изменений в статью 5 Закона Республики Дагестан о противодействии коррупции в Республике Дагестан. Депутаты одобрили концепцию законопроекта, представленного ко второму чтению. Далее был рассмотрен проект закона о порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий. По словам консультанта Комитета Сабины Гаджиевой, согласно изменениям, границы прилегающей территории к многоквартирным домам определяются правилами благоустройства территории муниципального образования в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Проект Республиканского закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан о выборах и референдумах представила консультант Комитета Фатима Сафарова. Закон принимается во втором чтении. Также депутаты рассмотрели еще ряд законопроектов. Все они представлены к принятию в первом чтении. Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены проекты федеральных законов, поступивших комитет для согласования, а также повестка дня предстоящей майской сессии. 23 мая состоялось заседание Комитета по аграрной политике и природопользованию. Вела заседание Комитета его председатель Асиад Алиева. Заседание приняли участие заместитель председателя парламента Махмуд Махмудов, представители структурных подразделений администрации главы и правительства, аппарата парламента, министерств, ведомств администрации городов Махачкала и Каспийск. Асиад Алиева рассказала о том, что депутаты проинспектировали готовность пляжей Махачкалы и Каспийска к купальному сезону. В ходе осмотра пляжей Махачкалы, это городской пляж и Березка, был выявлен ряд нарушений. На медицинских постах нет штатных единиц. Не установлены границы заплыва для отдыхающих разных возрастов. До конца не решен вопрос водоотведения с очисткой источных вод. Душевые и туалеты только платные. Кроме того, пляжные зоны не оборудованы в достаточном количестве спортивно-оздоровительными и игровыми площадками, душевыми установками, питьевыми фонтанчиками, ногомойками и санузлами. Более благополучная обстановка на городских пляжах Каспийска. Как выяснилось, пока ни один пляж не получил положительного заключения Роспотребнадзора по Республике Дагестан. По санитарному состоянию воды в море купаться по-прежнему запрещено и опасно для здоровья. Начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Мирзебутай Абасов согласился с тем, что к купальному сезону пока пляжи не готовы. В обсуждении вопроса приняли участие заместитель главы администрации города Каспийск Зайрбек Таибов, заместитель директора МКУ «Городской пляж» Рашид Исмаилов, депутат Хазали Мессиев и другие. Ася Аталиева акцентировала внимание собравшихся на необходимость в срочном порядке решить вопрос со штатами медицинских работников и оборудованием медицинских пунктов, а также необходимостью устранить до начала купального сезона всех выявленных нарушений. Затем были рассмотрены ряд законопроектов, предлагаемых для включения в повестку дня майской сессии Народного собрания Республики Дагестан. 23 мая состоялось заседание Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Вел его председатель Комитета Мусам Ашалиев. Заседание принял участие вице-спикер парламента Махмуд Махмудов. В начале заседания депутаты рассмотрели проект закона Республики Дагестан о внесении изменений в статью 6 закона Республики Дагестан об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Дагестан. Затем заместитель председателя Комитета Феридвин Раджабов представил проект закона о внесении изменений в статью 3 закона Республики Дагестан о государственной поддержке лизинговой деятельности в Республике Дагестан. Далее депутаты заслушали информацию по объектам незавершенного строительства в Дагестане. Заместитель министра экономики и территориального развития Абдурахман Абдурахманов привел информацию о распределении субсидий между муниципалитетами для выравнивания обеспеченности социальными объектами. 21 мая депутаты Народного собрания во главе с председателем Комитета по аграрной политике и природопользованию Аси Адалиевой осмотрели городские пляжи Махачкалы и Каспийска. Мероприятие проходило в рамках контроля за исполнением закона Республики Дагестан о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Дагестан. В нем приняли участие депутаты Хазали Мессиев, Сафидин Мурсалов, Лила Керимова, Мухтар Аздиаджиев, представители городских администраций Махачкалы и Каспийска, Роспотребнадзора, Министерство экологии и природных ресурсов и других учреждений. 22 мая в Народном собрании Республики Дагестан состоялось заседание круглого стола на тему о принимаемых мерах по бесперебойному обеспечению населения Республики электроэнергией и ее оплате. Вел заседание председатель подкомитета Народного собрания по промышленности и энергетике Нурмагомед Алиев. В мероприятии приняли участие вице-спикер парламента Махмуд Махмудов, депутаты, первый заместитель генерального директа МРСК Северного Кавказа Артур Аушев, представители Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан, ПАО Дагестанской энергосбытовой компании, Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан, Республиканской службы по тарифам, а также Акционерного общества Дагестанской сетевой компании. Нурмагомед Алиев в своем выступлении выразил благодарность главе Республики за работу, проводимую для улучшения ситуации в данной сфере. Однако остается еще много вопросов. Большие проблемы приносят технологические нарушения, изношенность сетей. Жители городов, пригородных поселков и горных районов Республики сталкиваются с низким напряжением в энергосистеме. Депутаты неоднократно уже поднимали эти вопросы. Руководитель госжилинспекции Али Джабраилов проинформировал участников заседания о сложившейся ситуации по оплате за потребленную электроэнергию. Он сделал акцент на том, что имеет место начисление гражданам необоснованных задолженностей. Впоследствии такое отношение влияет на сбор платежей. Граждане перестают оплачивать необоснованно начисленные суммы. В обсуждении поднятых вопросов приняли активное участие депутаты Махудин Махудинов, Сифлах Исаков, Исмаил Магомед Шарипов и другие. 23 мая по поручению председателя Народного собрания Хизреших Саидова депутаты во главе с председателем Комитета по здравоохранению и социальной политике Висампашоя Ханалиева побывали в городе Буйнакске, где посетили психоневрологический интернат «Милосердие». В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Комитета Магомед Ханара Цилов, начальник управления социального обслуживания Министерства труда и социального развития Республики Дагестан Магомед Расул Амаров и другие. Интернат «Милосердие» – это медико-социальное учреждение для постоянного проживания престарелых граждан и инвалидов первых и вторых групп в возрасте от 18 лет и старше, страдающих психоневрологическими заболеваниями. В интернате постоянно пребывают около 400 больных, нуждающихся в уходе, реабилитационных услугах и социально-трудовой адаптации. В сопровождении руководителя учреждения Магомеда Бетарова депутаты обошли помещение интерната, отделение интенсивного ухода и медико-социальной реабилитации, палаты, пищевой блок, пообщались с медицинскими работниками и пациентами, поинтересовались заработной платой персонала, питанием и наличием необходимых медицинских препаратов. Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Висампаша Ханалиева отметил в завершении визита, что условия в интернате на должном уровне. О результатах посещения медицинского учреждения будет проинформировано руководство парламента. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю.